Привет, друзья! Наконец-то у компании Gutrand появилась в продаже новая модель робота-пылесоса. Называется она Vision 730. В данной модели достаточно много фишек. Во-первых, это и управление с пульта, и управление с умного дома с Алисой, и режим комбинированной уборки влажной и обычной. Я уже протестировал этого красавца, и сейчас подробно расскажу, как он работает, как он убирается и вообще, стоит ли его покупать. Надеюсь, это видео будет для вас интересно. Итак, упаковочный материал я уже снял. Как вы видите, пылесос черного цвета, имеются дополнительные коробки, в которых будут комплектующие, о которых я сейчас расскажу. Первой в руки попадается типичная док-станция. К ней пылесос будет подъезжать и заряжаться. И, кстати, у данной подставки есть определенная фишка. Вы часто теряете пульт от пылесоса, который, кстати, выглядит вот так, о нем я расскажу чуть позже. Так вот, мало того, что он имеет беспроводную зарядку, так он удобно хранится на док-станции и магнитится. Нужно лишь положить его нужной стороной, вот таким образом. Он сам найдет место, где ему быть. И вы его никогда не потеряете. Также в комплекте вы найдете две тряпки из микрофибры. Контейнер для сухой уборки уже с установленным внутри фильтром. Кабель для питания док-станции. Две щетки для обслуживания и уборки пылесоса. Еще один фильтр. Дополнительную щетку для уборки, которая имеет немножко другую структуру и заменяется с этой. Компактный и очень удобный пульт управления, который имеет базовые настройки. И с помощью него вы сможете просто управлять пылесосом, отправлять его обратно на док-станцию и выключать. Ну и, конечно, вот такой конверт с логотипом Goodrand. И подробная инструкция на русском языке и всеми необходимыми гарантийными обязательствами. Про это тоже не забыли. Ну и если мы отодвинем пылесос в сторону, в специальном поролоне мы обнаружим четыре щетки. Используются на пылесосе две. Две являются запасными. Они достаточно быстро и просто устанавливаются в специально отведенные места. Прищелкиваются и служат верой и правдой. Внешний вид пылесос вполне стандартный. Он имеет круглую форму и ничем вас не удивит. Давайте немножко прибежимся по его внешнему виду. Спереди мы видим такую башню лидара. Внутри пластиковой упаковки вращается металлическая шайба. В ней как раз и установлены все фотоэлементы. Лазер, который определяет расстояние до объектов и помогает ориентироваться пылесосу в пространстве. На торце пылесоса мы видим стандартный подвижный бампер, который реагирует на столкновения. Тут же встроены инфракрасные датчики, которые помогают ему вообще ориентироваться также в пространстве, помогают лидару и в принципе делают устройство более логичным и более умным. А чуть левее от этих датчиков мы видим физическую кнопку включения и выключения устройства, а также разъем для питания. И что интересно, данное устройство может заряжаться как и от док-станции, так и напрямую от кабеля. И если вы не хотите ее использовать, проблем никаких. Как вы уже поняли из комплектации, в устройстве есть два типа контейнеров. И один используется для сухой уборки, а второй для комбинированной, сухой вместе с влажной. А снять или установить контейнер сможет даже ребенок, потому что сейчас я снимаю одной рукой и одной рукой установлю контейнер. Просто вам нужно попасть в паз и нажать на кнопку. Все, контейнер установлен. Также хочу заметить, что здесь расположены три датчика поверхности, и пылесос не упадет, если он окажется на краю. Например, подъедет к лестнице или к чему-то еще. За это тоже можно не переживать. Также, как я и сказал ранее, есть две щетки. Одна используется для твердых покрытий, вторая для ковров. И стоит обратить внимание, что здесь есть специальная перемычка на контейнере для этой щетки, что позволяет не наматываться проводам или каким-то важным моментом, чтобы ничего страшного не случилось. И, кстати, да, если вы не хотите использовать вообще никакой тип щетки, вы можете просто поставить заглушку, закрыть и вообще не использовать. Проблем никаких. Также производитель сообщает, что использует максимально высокий класс всех возможных фильтров, который называется H14. И он используется во всей бытовой технике и является самым функциональным в принципе и самым качественным. Микрофибра крепится очень просто. Вот таким образом. При этом держится достаточно сильно и отрывается крайне просто. Проблем никаких. Не забывайте стирать тряпки и менять их, чтобы все было чисто и комфортно. Да, чуть не забыл про важный момент. В комплекте вы еще найдете вот такую защитную ленту. Вы ее можете резать. Она достаточно твердая. И с помощью нее вы можете обрисовать и защитить места, которые мыть не обязательно. Например, места кормления животных или прочие места, куда пылесос тут точно заезжать не стоит. Она крепко фиксируется и не даст пылесосу заехать на то или иное препятствие. Площадка для зарядки крайне простая, как я и сказал ранее. Но на что хочу обратить внимание. Первое, что она очень крепко фиксируется. С помощью вот этих небольших прорезиненных участков она вообще не скользит. Также здесь имеется дополнительное место для того, чтобы спрятать лишний кабель. Имейте в виду и пользуйтесь. Кроме подробной инструкции на русском языке, где все подробно и действительно четко написано, есть короткая брошюра, которая описывает кратко все самые важные моменты. И вам не нужно очень много листать какую-то инструкцию по определенным пунктам, а просто прочитать краткое содержание, которое ответит на все вопросы, которые у вас могут возникнуть поначалу. Сверху на устройстве мы можем увидеть небольшую кнопку. Пожалуй, все основные нюансы я уже рассказал. Можно включить устройство, настроить его, подключить по Wi-Fi и даже управлять Алисой. Но давайте обо всем по порядку. Что ж, если вы не хотите пользоваться голосовыми командами или подключать устройство к сети, в целом оно готово к работе. Останется лишь нажать на кнопку. И устройство начнет уборку. А вот таким образом работает пульт. Просто нажимаем включить. И уборка начинается. Или, например, нам нужно отправить его домой на зарядку. Все, он понял нашу команду. И начинает искать место для зарядки. Причем ищет он достаточно быстро все это дело. Но дайте ему немного времени для того, чтобы он смог сориентироваться в пространстве и все это дело запомнить. Вот таким образом устройство нашло топ-станцию и едет заряжаться. Идет зарядка. И как вы слышали, на русском языке пылесос нам сообщил, что началась зарядка. Но для того, чтобы пользоваться всеми фишками пылесоса, нам необходимо скачать приложение, которое называется Good Trend Vision. Оно достаточно новое, но при этом хорошо работает. Мы все это дело протестировали, но для вас я покажу это еще раз. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это добавить новый пылесос. Ну и, конечно же, войти в свой аккаунт. Первое, что нам нужно сделать, зарегистрироваться. Регистрация совсем несложная. Просто необходимо указать свой e-mail, имя и ввести пароль. В общем, все обычно. После регистрации в приложении, оно сразу подскажет, какой пылесос нужно выбрать. Сжимаем на наш пылесос. Даем доступ к приложению. И необходимо удерживать кнопку индикатора активации Wi-Fi на корпусе робота. Делать это достаточно просто. Мы берем, кладем сюда пока смартфон и зажимаем кнопку активации. И держим. После чего индикатор должен начать моргать. Далее нам необходимо нажать галочку «Готово» и нажать «Далее». Устройство попросит подключиться к нашей сети Wi-Fi. Что я сейчас и сделаю. Итак, в доступных сетях, кроме Wi-Fi, появился Good Trend Vision. Нажимаем на него. Происходит подключение посредством нашего роутера. И небольшая информация появляется, что подключение занимает около полутора минут. И запрос роботу отправлен. Как вы видите, робот разговаривает с вами на русском языке. Достаточно приятно. Все, успешно добавлено. Как вы видите, не прошло и 20 секунд. Нажимаем «Сохранить». Успешно. И наше устройство уже появилось в приложении. Ладно, нажмем «Старт». Начинаю уборку. Как вы видите, работает все молниеносно. Паузу. Работает все нормально. И давайте, наверное, посмотрим, как робот прорисует карту. Как можно заметить, в режиме реального времени меняется карта. Робот работает, а карта дополняется. И мы видим, как он перемещается и что видит своим лазером. Сейчас я не буду отнимать вашего лишнего времени. Подождем, пока наше помещение построится максимально, насколько можно было показать. Достаточно интересный момент. Робот работает. И он ездил пока только в этом помещении. И немножко заезжал в прихожую. Но что интересно. Смотрите, это помещение. Если даже посмотреть вот на этот П-образный угол, то это вот данная тумбочка. Вот она. Он ее объезжает. Но фишка в том, что он успел лазером посмотреть в соседнюю комнату. И что-то там увидеть. Вот оно помещение. Оно там. Но он ни разу туда еще не заезжал. Но уже все посмотрел и предварительно нарисовал. А сейчас мы видим график его перемещения. Где-то там ездит. Кстати, интересный момент. Робот имеет вполне большой аккумулятор. Около 5200 мАч, если я не ошибаюсь. И фишка устройства в прошивке заключается в том, что если он долго убирался, и все же этого большого аккумулятора ему не хватило, то он вернется на базу, зарядится и поедет убираться, продолжать уборку. С того места, где он закончил. Пока робот-пылесос убирается, расскажу про еще одну фишку. Данное устройство можно добавить в дом с Алисой и управлять им полностью голосом. Для этого вам нужно скачать либо приложение Яндекса, либо приложение Умный дом с Алисой. Нажать «Добавить новое устройство». Вот на этот плюс. И далее нам необходимо выбрать устройство Умного дома. Здесь нам необходимо в поиске найти Гутренд. Давайте это сделаем. Гу. Гутренд. Вижу. Нажимаем. Привязываем к Яндексу. Это займет несколько минут. Но страшного и сложного в этом вообще ничего нет. Необходимо просто ввести свою учетную запись. Как только я ввел корректные данные, устройство попросит подтвердить доступ. Нажимаем «Продолжить». И данный пылесос появляется в настройках. Гутренд. Вижен. Улица. Я выбираю, где он будет у меня находиться. Он будет находиться в гостиной. Даю ему название. Ну, что будет логично назвать его. Пылесос. Пылесос. И нажимаем «Сохранить». После чего устройство появится в Умном доме. Давайте вернемся. Активируем все это дело. Все. Устройство должно находиться, как вы видите, у меня большой Умный дом. Выбираем гостиную. И как можно увидеть, вот пылесос. У меня два пылесоса. И один из них работает, как вы видите. И мы можем управлять Алисой данным пылесосом. Кстати, как можно заметить, устройство без проблем пролезает. По своей высоте, например, под кровать. И теперь, после привязывания Умного дома, можно сказать. Алиса, выключи пылесос. Все, пылесос выключился. И остался на месте. А теперь ищет свою станцию для зарядки, чтобы встать на место. Процесс уборки в самом разгаре. Устройство убирается уже 33 минуты, что видно по приложению. И вот такую площадь уже нарисовала. Полноценных две комнаты. Что хочу заметить, что за 33 минуты работы аккумулятор почти не потратился. Всего 72% сейчас есть. И то есть, получается, что потратилось около 28. И это очень хороший показатель. Обычно за полчаса работы у меня сего Мишка, наверное, уже все подыхало и возвращалось. Может, минут 40 и однокомнатная квартира не была убрана. И это меня, по крайней мере, пока что радует. Посмотрим, как он будет служить дальше. Также в приложении вы можете удобно управлять зонами уборки. Например, вам необходимо, чтобы он убрался только на одной части комнаты. Вы выбираете определенный участок. И выбираете данную зону для уборки. Это действительно удобно. Например, это гостиная, это гардероб и это спальня. Но спальню нужно пропылесосить наполовину. Удобно, просто и понятно. Что ж, еще вся квартира не пропылесошена. Наверное, прошло около 40 минут. И, как вы видите, контейнер максимально забит. Но не переживайте, если он будет забить полностью, то пылесос сообщит вам о том, что нужно его почистить. Я же снял это самостоятельно и уже вижу, что можно очень нормально убрать. Что ж, давайте точно посмотрим, сколько мусора у нас попало в контейнеры за 40 минут уборки. И квартиры в целом-то чистые. Мы постоянно убираемся. Но, как вы видите, и силы всасывания достаточно сильные. Но с учетом наличия домашних животных, мусора очень много. По итогу тестов могу сказать, что данного контейнера более чем хватает для полной уборки квартиры площадью 65 квадратов. То есть, это либо большая двушка, как в моем случае, либо небольшая трешка. В целом, и аккумулятора хватает более чем достаточно. И контейнер не завивается максимально полностью. То есть, еще есть чуть-чуть, чтобы где-то доубраться. Поэтому за один заход, как таковой, уборка будет завершена. Что ж, едем дальше. Рассыпать сахар по полу или гречку я не собираюсь, потому что объективно считаю, что это ненормальный тест. И любой пылесос справится с этой задачей. А как вы видели, по количеству мусора справляется он с задачами и так неплохо. А вот то, как происходит влажная уборка, я показать должен. И здесь мы открыли крышку, куда нам нужно налить воду. С этого и начнем. Наливаем воду. И далее устанавливаем контейнер в пылесос. Но перед установкой, конечно, не забывайте закрыть вот эту резиновую крышку, чтобы вода не выливалась. Кстати, важный момент. Только что воду мы залили. И выбираем во влажной уборке тщательную уборку. Тем самым робот будет, проезжая энное количество расстояния, возвращаться назад и проходить этот участок еще раз. Функция действительно удобная. Режим сухой уборки у нас был установлен средний. Подачи воды ставим среднюю. Как вы видите, он сразу реагирует. Все. Настройки выставили. Нажимаем старт. И смотрим, как устройство начнет мыть наш керамогранит. Как вы можете заметить, влага на полу появилась. И что, хорошо? Там нет каких-то капель или большого количества влажности, жидкости, то есть. И подскользнуться по такому полу невозможно. И это хорошо. При этом устройство без проблем моет и ламинат, и клирку. И я могу отметить зоны, в которых нужно делать влажную уборку, а в которых не нужно. Кот. Ты не боишься пылесоса? Вот сейчас на керамограните отчетливо видно, как робот моет полы. Он все это дело протирает тряпкой, которая приклеена внизу, о которой я рассказывал. И, соответственно, проходит все помещение. И интересное наблюдение. После того, как он считал помещение, уборка пошла немного быстрее. Что ж, полы у нас активно моются. Помещение становится чистым. Дышать здесь станет комфортней. А мне будет намного приятнее. Давайте подведем итоги по этому маленькому гаджету. Что ж, друзья, надеюсь, этот обзор оказался для вас полезным. И данная вещь, на мой взгляд, действительно очень пригодится в быту. Стоит она в рамках разумных цен. Ссылку на данный товар я оставлю в описании. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайк, если понравилось это полезное видео. И, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok